А просто какая же я злая, я злая. А смотрите, с чем меня сестер встречает. Я его хотела еще в прошлый раз взять, но не взяла. Так, ну что, поджарилась моя картошечка до нужной мне красоты. Доброе утро, мои хорошие. А у меня сегодня хороший инстаграм. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. На самом деле, очень много всего сегодня произошло. А во-первых, вкусный завтрак. Таня ест, точнее, обед у нас уже, да? Ты не удержалась и все-таки откусила. Она говорит, бутербродики ты не сняла, блин, влог. Я начинаю снимать. Я старалась, я старалась, кучу бутербродиков сделала. Еще и завтрак сегодня нам взяла. Овсяночку там супер-вопер-всего намешала. Короче, позавтракали, пообедали вкусно. А сегодня у нас с Денечкой мы идем на день рождения. Клянусь их хэппи. И у Машеньки день рождения сегодня. Она нас позвала, к пяти часам мы идем. А до этого... А, так я же еще подстриглась. У-ху! Фу, подстриглась, подкрасилась, господи. Покрасилась, да. У меня новое окрашивание. Денечку подстригу сейчас. Мы такие обновленные идем в гости к моей Леночке. Ну, короче, настроение отличное, да? А еще мы с Татьяной перебираем, перебираем всякие. Тут косметику, все такое. Я люблю, когда что-нибудь перебирается, что-нибудь выкидывается, что-нибудь на место кладется, что-нибудь находится, как на... Я же в очках, бля, я забыла. Как очки, например. Вот. Нашлись очки. Девочки, вы же знаете, я теперь... Вот эти очки я заказывала на Алиэкспресс. Обалденная оправа, все такое. Я даже не знала, что они на самом деле для компьютера. Вы представляете? Я себе накупила очки, их не могла найти. Вот мы начали только перебирать. Я говорю, а вот они и очки. Но у меня получается разная оправа. У меня прозрачная оправа, черная оправа, совсем другой формы. И вот это. Это для компьютера. Здесь у нас идет специальный антиблеск. Все дела. Антиблеск. 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 Я в своем либертаре, да. Я могу ссылку на эти очки, кстати, оставить. И на Алиэкспресс очень много таких очков продается. И цена подешевле. Я их не за 500 рублей брала, а я их дешевле брала. Вы сдала сейчас. То есть говорила уже, да? Я не говорила. Ну, хорош. Очки мы брали просто в магазине, там была на них акция. На самом деле, если найти такие очки за 1000 рублей, это очень хорошая даже цена. А мы вообще нашли по 500 рублей. Поэтому мы набрали, пока у них акция, набрали этих очков разных оправ под разные луки. Вот. Вот. Короче, вот очки, да. Я их хотела специально вам показать. Вот теперь снимаю. У меня новое окрашивание. Я рада, мне нравится. Вот. Еще не купалась, в общем-то. В плане не мыла голову. Оно должно еще подсмыться. Вот. Ну, все, короче. Мы вот собираемся. Возьмем вас с собой. Не знаю, как там на дне рождения. Сейчас я буду краситься, приводить себя в порядок. Сказать, в чем пойти. На днюху. Вот. Выходные насыщенные. А завтра к сестре иду. Так что, короче, влог. Оставайтесь со мной. Наконец-таки я вам нашла местечко, чтобы скорее показать свои новые украшения и объявить о Черной Пятнице в Sunlight. Да, сейчас у них проходит Черная Пятница. У них скидки до минус 80%. И еще вы можете получить дополнительную скидку по моему промокоду, который я оставлю здесь. Я оставлю под видео дополнительные 5%. Также не забывайте, что если вы скачаете приложение по моей ссылочке, которая находится под видео, вы также получите подарок на кассе. Итак, давайте я вам скорее покажу, что же я новенького приобрела в Sunlight. И также скажу об украшениях, которые у меня уже есть из Sunlight и как прекрасно они носятся. Даже недавно, вот видите, я покупала вот такую цепочку и недавно девушка говорит, ой, какая тоненькая цепочка, а она у вас не рвется? Я говорю, нет, не рвется, она достаточно крепкая. И это с учетом того, что я постоянно играю с малышом, нет, нет, он где-нибудь хватает. У меня кошка, которая постоянно со мной играется и ногтями зацепляет. Все прекрасно носится, все прекрасно, замечательно. Я как купила, так и не снимаю вот эту вот цепочку. Также цепочка, которая у меня вот здесь, из белого золота, да, она до сих пор, я постоянно с ней купаюсь, я ее вообще не снимаю, всегда намазываюсь кремом, и она, понимаете, и она, вот эта огранка ее прекрасная, блестит, переливается, прекрасно себя чувствует. Ну и кольца, то же самое, все прекрасно, все замечательно. Я с онлайт качеством вообще очень довольна. И приобрела же себе опять, опять, опять. Я вообще хотела поменять себе колечко и решила вот сюда взять более утонченное. Вот в прошлый раз я прям хотела какое-то кольцо такое конкретное, знаете, взять. Вот сюда взяла прекрасное колечко с алмазной огранкой, прям так все сделано красиво, оно прям светится, переливается. Но мне не хватает все-таки утонченности и камней, поэтому я еще поискала и давно уже присматривала это кольцо. Смотрите, бриллианты Якутии. Открываем. У них бриллианты всегда в синих коробочках. Обвязывают белой или синей ленточкой. Смотря какая там есть в наличии. Открываем. Тут коробочка. Всегда упаковывают. Очень красиво, замечательно. И тадам! Вот это кольцо. Мне кажется, что оно очень-очень современное. Еще я искала кольцо на средний палец вот сюда, да? Искала кольцо, которое может сочетаться еще с другими колечками, да? Чтобы можно было, допустим, ровненькое какое-то взять или, может, еще с россыпью какой-то. Ну, знаете, вот эти вот кольца, которые сочетаются друг с другом. Я его хотела еще в прошлый раз взять, но не взяла. И в итоге в этот раз я решила его взять. Посмотрите, как шикарно он смотрится. Более утонченно, видите, на моей ручке. Прям вот этого мне и не хватало. Здесь у нас 5 бриллиантов, довольно-таки крупненькие. Российское производство золота, город Кострома. Вес у меня здесь 1,57 грамм. Бриллиантов, 57 граней. Золото, 585 пробы. Красота, невероятная. Теперь это колечко у меня, наконец-таки. Ну, и так как я полностью довольна своими браслетами, у меня их много. У меня есть крупный браслет сюда. Я просто решила сейчас пока утонченные такие носить. И вообще, я думаю, сюда вот крупный браслет потом одену. А сюда тоже взяла браслет. И вы знаете, что в Сенлайте действительно у них очень большой выбор. Но еще больше выбор у них на сайте, в приложении. Поэтому, если вы что-то не нашли прямо в магазине, рекомендую вам вообще зайти в их приложение, посмотреть, что там есть. Например, браслеты из белого золота. Огромнейшее количество в приложении. Я, опять же, заказала в приложении, в удобный для меня магазин Мега Оксай. Принццо заказала моего размера. И браслет заказала. Браслет у меня в линии золотые цепи. Вот в таком пакетике. Вот в таком золотом мешочке. Вот. В общем, браслет, который я хотела бы сочетать вместе с этим. Я его прям подбирала в магазине. Видите, этот у меня такой тонюсенький. Он просто переливается. А этот у меня чуть более крупнее. И они вместе шикарно смотрятся. Размер 16 у меня. Будут вместе смотреться и дополнять друг друга. Браслетик российское производство. Город Москва. Вес у него 1,91 грамм. Золото 585 пробы. 16, как я уже сказала. Прекрасное, красивое плетение. Отличный замочек. И вот у меня обновочки, мои хорошие. Черная пятница. Это всегда время скидок. Поэтому не упустите шанс приобрести в Sunlight себе подарочек. А может быть и подарочек вашим близким и любимым людям. Не забывайте про промокод с дополнительной скидкой 5%. И обязательно скачайте приложение, чтобы на кассе получить подарок. Истерика закончилась. Зато у нас теперь клюва и прическа. Да? Говори, Денечка, пока-пока. Пока-пока. Скажи, на связи. Скоро придем еще. Приходи в Капризули. Приходи. Мы тебя ждем. Капризули в Капризули. Все понятно. Пошли. До свидания. До свидания. Все, мы купили с Денечкой. Давай покажем, что мы подарим Машеньке. Смотрите, какая с принцессой пакетик красивая. И вот такой вот красивый рюкзачок мы решили ей подарить. Детки любят что-нибудь склад? Мне кажется, ей по размеру прямо вообще должно понравиться. Потому что очень нравится Денечка тоже рюкзак. Вот. Такой розовый, красивый. Забежали еще в магазин. Напихали целую кучу вкусняшек. Фрутоня не сели. Там очень много новинок появилось. Я прям в рюкзачок положила. Мне кажется, что ей прикольно будет открывать рюкзачок. А там, ой, вкусняшка. Это же дети. У них радости маленькие, да? Вот. Так. Что я хотела сделать? Господи. Все, вылетело из головы. А, хотела спросить точный адрес у Лены. Все, мы уже готовы. Едем. У Деньки вон. Стрижака грудная. Красавчик такой невозможно. Нравится стрижка? Да. А я кто плакал-то? Точнее, не плакал, а кричал. Как говорит наша. Кто стрижет, говорит, он не плачет. Он просто орет. Просто вот не по-моему, я не хочу. У меня все раздражает. Ему надо выкричать все. Пошли. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Дуй. Дуй сильно. Ура. Ну что, мои хорошие. Я дома. Очень хорошо отдохнули. Я ничего не снимала, потому что были люди, гости, которых я не знаю. Не знаю, как они относятся к камере. Ну и вообще, чтобы не смущать, такая была домашняя атмосфера вся. И решила ничего не снимать. Хотела сначала тортик подснять немножко. Но так все было быстро, что я, честно говоря, не успела. Был очень красивый тортик у Маршеньки. Там со всякими фиксиками, там любимыми героями мультикопликационными. Ну вы поняли. А сейчас я пришла домой, Даня в машине прям уснул, видимо, много детей, все было так активно. Он уснул еще в машине, и я его подняла, и он уже такой просыпаясь. Ну, в общем, подняла, раздела, и он прям лег и уснул в той позе, в которой лег. А я недолго думала, думаю, блин, устрою себе праздник. Я давно не сидела в ванне, тем более эти выходные. Мама не приезжает ко мне, а я ей дала выходные. В эти выходные, маме дала выходные. Вот, и сама тусую, как бы, да. Мы к Леночке поехали на день рождения, завтра к сестре поеду, я уже говорила вам, да. Она уже сегодня писала. И я думаю, надо мне как-то расслабиться, давно я не лежала в сольке. Сейчас у меня вот здесь в ванне вот такой вот коктейль. Вот такая морская соль. Мы брали, по-моему, ее, девочки, где? В фикс прайсе. Обалденно, пахнет розой, крупные такие, натуральная соль для ванны. Ну, я прям одну третью, прям две горсти закинула. И вот это я заказывала Фаберлик. Блин, какая ароматная банановая пена, нереально просто. Понимаете, как банан-мусс. Ну, тоже, видите, так одну третью налила. И, в общем, сейчас пойду туда. Свечечку обязательно. Одну, решила одну включить, потому что у меня здесь будет, сейчас покажу, как. Вот, видите, как красивенько, аккуратненько. Мы уже сегодня, кстати, с Таней немного разобрали шкафчик, который сзади меня. И я хотела сначала два купить шкафа, чтобы у меня все помещалось. А потом я думаю, нифига. Я лучше половину выброшу, половину отдам. Пусть будет меньше здесь вещей. Пока возьму один шкаф. Если действительно нужен будет второй, то я докуплю. А пока вот я просто нашла шкаф, который хочу. Я уже думала их просто два взять. А не там по 7800, что ли, два шкафа или 7500. В общем, что, красивенько, аккуратненько прыгаю. Мне кажется, настал тот день, когда Милочку надо искупать. Денька спит, мешать не будет. Милка испачкалась сейчас. Я хочу, чтобы она была чистая. Вот нам 7 месяцев где-то, да. Сейчас Деню, ой, Деню, Милу буду купать. Сейчас поставлю эту камеру, чтобы вы просто наблюдали за процессом, чтобы я не отвлекалась на съемки. Сама не знаю, как это пройдет. Она вечно лезет в ванну, но потом как-то не особо хочет быть в воде. Но сейчас ее надо прям пробовать. Налила ей теплой водички. Вот такой вот у нас шампунь. Бережная забота. Еще ни разу не пользовалась. Сразу давайте, чтобы он уже выдавливался хорошо. И все. Воду я не буду выключать, потому что вдруг мне придется ее срочно поливать. Вот. Полотенце приготовила. Короче, иду за милой. Вот наша кошка. Тише. 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 Давай аккуратненько. Тише-тише-тише. Не бойся, кисть. Ну, давай так. Ладно, все. Я выключу водичку. Выключу. Не бойся. Надо покупаться. Зай. Тихо. Смотри. Это водичка. Тихо. Не бойся. Мама здесь рядом. Мама рядом. Кисть. Не бойся. Это водичка. Смотри. Смотри. Водичка. А лапки надо помыть нашей милочке? А мордочку надо помыть нашей милочке? Мама чисто тебя сделает. А как ты будешь купаться? Смотри. Тихо. Не бойся. Мил. Ну, что? Это тебе так страшно, что? Тихо. 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 Не бойся. Давай. Я тебя держу. Тихо. Тихо. Мой хороший. Тише. Не бойся. Все. Я тебя держу. Буду вот так мыть. Аккуратно. Не буду ставить туда водичку. Не буду ставить. Все. Боишься водичку. О, хорошо. Я поняла. Иди сюда. Давай. Просто лапки помоем. Давай. Не, а что-то у меня чисто грязно. Ты у меня грязно я могу что-то не ходить. Ну, а не видно? Не бойся. Все. Не держу ставиться туда. Я тебе так лапки помоела. Ладно. Лапки испачкала ты. А что ты кусаешься? А что ты кусаешься? Хочу показаться. Как будто мы моемся. Тихо. Тихо. Иди сюда. Мила. Тихо. Мил. Ну. Кись. Ты мне сейчас весь костюм заломаешь. Это же такое. Иди сюда. Будешь вот тут стоять. Все. Ты же здесь не боишься, Кись? Все. Водичка там. Ты здесь. Хорошо? Вот водичка. Смотри. Мамочка тебе просто поливать. Водичка. Чистенько. Моя. Все. Все. А мы должны мыться с ты, Милочка. А мама как мылась. Ты же видела? Мама. Вот мы и скупали. Ой. Боится. Видите, шипела. Вот я второй раз услышала, как она шипит. Иди ко мне. Чтобы некуда было тебе бежать. Все. Не бойся. Смотри. Мама берет водичку. Вот так. Ой, как поливает мама, Милочка. Мама купает. Милочка. 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 Все. Я же никуда не убежала. Не бойся. Иди ко мне. Ой, какая хорошая штука, слушайте. Она более-менее это. Смотри. Хочешь, попей. Мама покупает тебя. Ооо. Ой, какая я уже чистая. Здесь все будет мокрое. Я поняла. Мил. Иди сюда. Зря я воду налила. Вот знаете что? Мне кажется. Или нет. Или не зря. Иди ко мне. Мил, ты уже мокрая. В любом случае, тебя надо на этом. Как нелегко мне это все дается, как видите. Так, стоять. Давай, стоять. Мамочка, давай, тебя прольет с ковшика. Смотри. Ой, водичка дается. Тихо, тихо, тихо. Смотри. Ой, как хорошо. Она носки. Она хвостик. Она лавка. Так. Как хорошо. Мама милает. Милочка. Милочка. Такая будет чистая кошечка. Смотри. Уже все. Почтите. Она мочила. Все. Не плачу. Не переживай. А видишь, ничего страшного. Видишь? Шерстка какая у тебя. Зато ты будешь чистая. Да? Мама будет тебе как человать. Ну, нормально вроде сидит. Давай нам тебе эти, шампунька, смотри, понюхай. Пахнет? Смотри. Мама, тебя все же намыли. Ой, кто-то душистый будет. Ой, кто-то будет такой у меня чистый. Нравится? Пахнет? А надо смывать потом. Мамочка мой. Ты девочка. Мама, да? Смотри. Вот так. Вот так. Одну сторону помоем. Лапки помоем. Вот. Давай, пойдет мамочка водичку. Тише, тише. Смотри. Держи. О, да. Как чисто все красиво. Потом сполосну тебе просто, да? О, какая шелковистая ты теперь рыбка у меня. Давай вторую сторону теперь намыли. Вот она, смотри. Какая ты чистенькая. Ой, какая кошка у меня чистая. Здесь мы все помыли. Ой, какая чистая кошка. Молодец. Она держится как, а? Давай теперь водичку джун. Стою вот здесь. Так. Уже водичку не боимся, да? Очень чистая такая кошка. Ой, мамочка. Мама. Тистая кошка. Давай лапки. Лапки помоем? Вот так. Вот лапки. Вот так лапки помоем. Ой, какие они будут чистые. Мама будет человать лапки. Так. Давай задний помоем. Так, мама шпина, знаешь, вот-вот болит. Давай задний лапки помоем. И пузико помоем. Куда ты идешь? Мил, иди сюда. Ой. Рабенок. Да, ты все пороняла. Ой. Ты все пороняла. Ты все у меня мокрая тут такая. Так, чуть-чуть осталось, смотри. Мы моем вот здесь. Прям чистим тебя. Во. Прям пузом моем, да, вот так поднимай. Прям ляжки моем. Там водичка. Вот так вот. Хвостик тебе моем. Лапки. Хочу, чтобы чистые лапки были вообще. У тебя прям космос. И хвостик вот. Он тоже должен быть вот он чистый. Все? Все. Под ребрами тут везде. Моя краса. Моя краса. Стой. Охолочку давай чуть-чуть. Мама помоет. Фух. Так, аккуратненько, аккуратненько. Вот здесь вот. Вот так, аккуратненько. Чтоб просто охладненько было и все. Ушки не попадает у тебя ничего. Все, давай поливай. Как классно. Чемкобистая. Молодец. Молодец. Все, что я делаю, как я полагаю. Настя, вы прекрасный первый раз. Да, Вер? Мы все это все сняли на камеру еще. Ты вообще не молодец. Открылся. Даже не так уж много на поле воды. Все. Вот. Все это. Что, тебе не нравится, что ли? Какая-то гладкая. Смотри, красиво. Так, смотри. Я вот это сейчас розичку убираю. И чистить, как вы делаете. Хорошо? Чистить, как я. Все. Ой, красавица. Давай включим тихонько ладичку. Смотри. Тише, тише. Тише, тише. Вот хорошая водичка. Иди бросить полоснуки. Дай, стей. Не могу. А, ну, вот, 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 хорошая водичка. Давай. Иду. Иду-ка. Смотри. Стоит. Иди. Все, стоит. Малая водичка. Малая водичка. Малая водичка. Малая водичка. Малая водичка. Все. Мама сейчас тебе... Что мама сделает? Сейчас. Вот так вот. Выжнет тебя. Выжнет. Мою красу. Да. Смотри. А теперь, мамочка, тебя, смотри. Мама закутает. Вот так вот. Полотечка. Полотечка. Мама закутает. Еще. Ну, вот, мои хорошие. Как видели, наш первый дебют. Прекрасный, да? Чистая девочка. Дрожит чуть-чуть. То ли напугана, то ли холодно. Но ты уже не такая напуганная рыба. Как мы с тобой помылись? Хорошо? Ты чистая такая. Сейчас чуть-чуть высушишься. Будешь такая вся. Вылизываться самостоятельно. Ну, молодец, слушайте, девчонки. Я на самом деле удивлена. Притом, как она бегала от воды. На вот этой штучке. Прекрасно. Да, Мил? Я тебя люблю. Моя красавица. Ну, все. Пошла я ее нянчить. Все. Посушила феном. Она облизывалась, облизывалась. Но она что-то дрожала. И я не хотела, чтобы она замерзла. Все, ледка моя, видите? Сухая. Всем доброе утро. Мы проснулись. Точнее, да, я не проснулся. Первый начал бутить. Ой, я не пойму, я сейчас сториз снимала. И смотрю, у меня какой-то даже не сториз, пока с любимым созвонились. Смотрю по видео, у меня рожа такая пробитая, я хотела сказать, пробитая, опухшая. Ну, в смысле, какая-то я отекшая немного. И я еще редко замечаю, что я отекаю. А вот раз я заметила, аж себя не узнаешь в зеркале. И я не пойму, в чем дело. Потому что, ну, я на ночь поела хорошо, там, сладенького, да? Ну, вроде не пила. Были времена, что я пила и побольше. В плане, может быть, от пива безалкогольного. Я вчера пила безалкогольного пила. И на самом деле, обычно я там пиво полбокальчика выпиваю, а потом не хочу, да, безалкогольного. А тут, ну, как бы, компания хорошая, я прям два стакана выпила. Ну, считай, бутылку одну. Ой, короче, может, я от него отекла. Не пойму, вроде, я такая какая-то отекшая. Еще я в ванне полежала с солью. И с пеной. Может быть, тоже соль как-то повлияла. Милка вообще такая шелковистая девочка. У нее теперь шерстная, такая мягкая. Вон она играется. Нормально, короче. Нормально все прошло из купания. Я прям рада. Надо ее почаще. Я, кстати, не знаю, как часто надо кошек купать. По мере загрязнения, так она вообще не загрязняется тут. Я как бы, ну, убираю все, допала и мою. Как бы, ну, все время вот так ее прям мыть, да. Не знаю, раз в месяц, может, надо. Раз в два месяца. Ну, вот, семь месяцев прошло. Я ее первый раз искупала. Просто потому, что она влезла там лапой. Но шерсть, конечно, отличается от того, что была. До этого была такая гладкая. И она была как такая, знаете, пантера. А сейчас она как львица пушистая. Ладно, делаю себе чай и просыпаюсь. Так, ну что, завтрак. У нас осталась со вчера овсянка. Ее вот так вот уже просто я не люблю есть. Можно сделать блинчик. В первый раз тоже буду делать. Не знаю, что получится. Короче, вот оставшаяся овсянка. Сейчас я взобью туда одно яйцо, да. Муки немного добавлю овсяной тоже, да. Замешаю все это. И, наверное, выложу на сковородочку и поджарю. Посмотрим, что выйдет. Итак, одно яйцо взбиваем. Сейчас чуть-чуть посолю, присахарю. Теперь овсяная мука. Замешаем чутко. Сделаем оладушки даже, а не блин. Так, ну все, налила масло. Вот такая вот у нас консистенция получилась. Сейчас буду смотреть, нужно будет еще или нет добавлять. Не знаю, может быть даже обвалять их вот так вот в муке или не надо. Не знаю, или так ложкой ложить. Сейчас посмотрим. Ну вот так вот три штучки просто ложкой положила. Сейчас вот поджарю, посмотрю, что получится. Среди этого. Итак, вот что у нас получилось. Я тут увлеклась. В общем, промазала. Половину сделала вот с таким вот, без сахара такой. Кокосово там. В общем, разные пасты вот эти мне нравятся. Они без сахара, самое главное. Половину с чикой сделала, половину с брюнетой сделала. Сверху добавила еще. Как бы тортиком сделала таким, знаете, с башенкой, чтобы оно пропиталось там между ними. Сверху бананчик, потом семена льна и асай сверху посыпала. Ягоды, порошок. Вот такая красота получилась. И будем пробовать. Ем, понимаю, что реально очень вкусно. Но только так много я сделала, я просто не съем это все. Но главное, что здесь все без сахара уже хорошо, да? Без муки. Мука здесь вообще чуть-чуть и овсяная мука. Овсянка. И все. Это не полезности реально. Ну, можно туда обожраться. На самом деле я быстрее-быстрее хочу свалить из дома, потому что начали вот это вот сверлить. И это, честно говоря, меня убивает. У меня еще с настроением что-то. У меня куча заказов. Я там заказывала зеркало с подсветкой. Заказывала шкаф, экран. Короче, у меня вот такая вот голова. И тут меня ждут. И там мне надо это узнать, это узнать. Все звонят, что-то в раз приходят. И все. И я хочу быстрее на самом деле свалить. Сейчас я сяду в машину и уже спокойно вам повещаю. А, просто какая же я злая. Я злая. Я безумно злая. У меня прям аж зубы сводят от злости. Что это? Я ненавижу эти дни, когда, блин, просто оно вот такое ощущение, девчонки, что просто вот гормоны фигачат в разные стороны. Я не понимаю, ведь ничего такого особенного не происходит. Ну да, там нужно позвонить. Там звонят. Там тебя ждут. Там нужно организовать. Там нужно предупредить. Это надо сделать. Тут шум. Тут вот это раздражает. Ну я же как бы живу в таком каждый день почти. И нормально реагирую. А какой-то день бывает, когда ты просто не можешь себя сдержать. И все бесит, раздражает. Я реально сейчас выхожу из дома просто потому, что я понимаю, что пока я дома, ответственность как бы на мне. Да? Все на мне завернуто. Там развлечь у ребенка. Там не знаю. Ну даже развлечь у ребенка это уже на самом деле целый пласт. Потому что если при всем при этом ребенок биснет у тебя на шее. Что-то от тебя хочет. Прыгает. Балуется. Там орет. Ну дети играются. Они кричат постоянно. Да? И когда тебя все раздражает, это конечно голова. У меня просто сейчас аж пульсирует весом. Вот. И мы сегодня договорились к сестре. И вот я в два. Я ей сказала, говорю, в час или в два. А сейчас уже без 23, девочки. Я только вот сейчас выезжаю. Слава богу, она недалеко живет от меня. Вот. Но тем не менее, да? Как бы я понимаю, что там человек ждет, готовится. Да? А я такая тут торможу. Туплю, блин. Я пока вот это все сейчас закончила. Я просто уже выхожу. Потому что знаю, что для Деньки просто выйти куда-то. Это уже даже сесть в машину и ехать. Честно говоря, это для меня большой вот подарок. Прямо я люблю с ним в машине ездить. Потому что он когда сидит, он по сторонам смотрит его, пристегнула там и все. Это нет вот по голове хождения. Он не кричит у меня в машине, нормально себя ведет. Вот. А сейчас к сестре приеду, а там уже угощение, что-то попить, что-то поесть, ребенка развлечь. Она всегда вот как бы Денечку, она когда видит, она все время, Денечка, вот это тебе, Денечка, вот это тебе. Она привыкшая, да, с ребенком. Ну, не знаю, как-то вот она как-то более профессионально, что ли, подходит к детям. Я не знаю, все время как-то общий язык находит. Это все время вот как-то ей интересно, она и то, и то. Я говорю, да, оставь там, пусть играются. Они это начнут пытаться все время придумать интересненькое развлечение. А вот это попробуй, а вот это попробуй, а вот это покушай, а вот это попей, а вот в это поиграй. Вот, поэтому я скорее сейчас мчу к сестре, просто чтобы перекинуть реально ответственность на нее, хотя бы на несколько часов, да. И я буду просто сидеть и наблюдать. Буду сидеть, наблюдать, кушать в гусняшке, болтать, да. Ребенок чем-то будет занятый. И, честно говоря, она о нем думает быстрее, чем я. Когда вот мы в гостях, да, и она, допустим, что-то там хочет, она уже такая на подхвате. Так, чем-чем-чем. Блин, пристегнулась, ребенка надо пристегнуть сначала. Короче, я реально сейчас вот просто из эгоистических целей прям просто мчу к своей сестре во спасение. А смотрите, с чем меня, сестра, встречает. Всем привет. Всем привет. Чебуреки, девочки. Она лепит, я переворачиваю. И еще я подъедаю. Вот, смотрите. Сметанка, чебурек. Волшебный вообще. Я, кстати, хочу взять у тебя рецепт еще. Если ты говоришь очень простое тесто. Вода, мука, да, и соль. Да. Я буду. Я буду. Теплая вода. Да. Так что, девочки, мы с вами приготовим чебуреки по рецепту моей сестры. В отдельном видео будет. Ну вот, девочки, я задумалась, понимаете. Хозяйка я такая вот клевая. Доверила мне Екатерина чебуреки. Но это мой, значит, горелый. Что у тебя с чайником расскажи? Смотри. Короче, здесь градусы, видишь, ты можешь выбрать. То есть кипяток, это вот красный цвет. Если тебе надо поменьше, то ты... Вот, зеленый, 40 градусов, 70. Обалдеть, подогреть можно просто, да? Да, то есть ты выбираешь градусы и разные цвета, ну, то есть подскажешь. Ну, тебе удобно таким пользоваться? А особенно у кого маленькие дети, заваривая, допустим, питание, там определенное... А где брала? ДНС. Сколько стоит? Вот это вот. А сколько стоит? По-моему, 1700. Прикольно, слушай. У нас, короче, экстремальные условия готовить чебуреки, потому что у нас закончилась вода. Так, надо переворачивать, а то мне сейчас вторая подгорит. Представляете, я думала, камеру забыла, а она, оказывается, у меня была в рюкзаке. Я думала, я ее в машине забыла. Короче, поснимали там, мы попели с сестрой, как будто в караоке сходила у нее дома там. Домашний мини-караоке, можно так сказать. Ну, точнее, у нас микрофон забрал Денька, и мы пели, короче, без микрофона. Попели, пополисали, порезвились, поели. В общем, все вкусно, так уютненько. Классненько время провели. Деньку навеселила Катерина, так как я и говорила прям. Она любит с ним развлекаться, а он любит с ней развлекаться. И она его там потаскает, потаскает, потом он ко мне. Я говорю, нет, нет, я так делать не буду, у меня спина, у меня там все. Вот, короче, едем домой, отдохнувшие, уставшие, спать хотим. Сейчас приедем, Денечку искупаю и спать. Слышите, как ветер гуляет? Включила сейчас проветривание в спальне и включила робота-пылесоса, чтобы там он порядок навел. И все, мы пойдем в чистенькое уже спать. Пока он будет здесь убирать, я буду Деньку укладывать. Сейчас Денька кошает гречку с мясом. Я еле нашла телефон, и вот удивительно, что я прихожу домой и начинаю здесь нервить. В доме я начинаю нервить. Так спокойно было у сестры. Так что сейчас уже время полудесятого, уже сейчас сразу ляжем спать. И успокоюсь. Что за нерв? Всем доброе утро, мои хорошие. Мы тут Денька бесимся параллельно, короче. Я что решила, думаю, вместе с вами сейчас это. Я люблю, вы знаете, всегда смотреть такие до и после. Типа до был вот такой бардак, а стало потом после. А я сейчас хочу немножко прибрать вот этот уголок. Я вообще думаю снять эту занавеску, потому что сейчас меньше света на улице становится. И хочется, чтобы занавеска ничего не закрывала. Тем более у меня там есть ролл-шторы, как бы. Я думаю вообще снять эту занавеску, все убрать. Здесь мне не нравится, ну на столе у меня всегда завал, это понятное дело. Мне не нравится, что у меня сдвоенные столы, что у меня очень много места под столы уходит из-за большого экрана, да. Потому что он должен быть где-то подальше от меня. У меня, короче, идея поставить экран вообще сюда на подоконник, да. И оставить один стол, вот. И сесть как-то так, чтобы здесь было больше пространства. Короче, смотрите, что сейчас, да. Сейчас я вот этот уголочек приведу в порядок. И смотрите, как до. Вот что получилось у меня. Занавески вот сняла. Единственное, мне не нравится вот этот угол. Да, я занавески сняла, видите, и сразу тут у меня появилась вот эта некрасивая вещица. По-хорошему, ее как-то бы скрыть хорошо было бы. Конечно, это занавесочка. А плюс еще занавесочка закрывала у меня бардак на балконе. Кстати, недавно приходил ко мне рабочий. И мы вот придумываем сейчас, что сделать на балконе. Но у него запись полтора месяца где-то, и будет уже лютая зима. Тут, наверное, я думаю, не знаю, будет он заниматься или нет. Или все-таки на весну перенесем. Вот. Ну, прибраться можно там, чтобы вот этого хотя бы не видно было, да. Либо ролл-шторы, опять же, сделать. Но они будут открыты, и опять же, что мне их все время закрывать, да. Поэтому, наверное, на балконе должно быть красиво просто. Так что надо все там это тоже прибрать. Это часть вот интерьера. Ну, не знаю, так больше места здесь. И вот стол один мне хочется прям убрать вот этот, да. Вот. И как-то удобнее. Мне удобнее будет прямые эфиры вести. Почему я не вела вам прямые эфиры? Потому что у меня вот этот микрофон, он был как-то не очень удобно засунуть туда. И не очень удобно было им вертеть, чтобы меня было хорошо слышно, да. Поэтому. Вообще, если будут у вас идеи, как вот можно, не вешая занавески, вот это все дело вот скрыть. Что туда можно? Вот такую узкую занавеску повесить, да, я не знаю. Вообще, я думала, может, коротенькую занавесочку повесить. Но она будет перекрывать этот компьютер. То есть, в принципе, как вариант, да. Одну занавесочку туда завесил, как бы, когда я работаю за компьютером, здесь будет такая занавесочка, да, небольшая. А вот. А если захотела скрыть, например, я вообще вот так закрываю, все. Весь компьютер. И здесь остается просто один стол. Вот так, да, для гостей, например. За компьютером я не сижу, когда гости приходят. Но интерьер будет красивый. Ну, короче, будут идеи, пишите. Стул, конечно же, хочется заменить. Тем более, его уже, вот видите, мне испортили. Вот. Ну, посмотрим. Пока. Пока все в норме. Все потихонечку. Слушайте, так клевенько. Реально, места больше. Сейчас мы с Денькой, Ксиенка, собираемся выходить. И я вот для выхода костюм зеленый. Я прям думаю, у меня есть такой светлый костюм еще, тоже новый. А его так жалко мне одевать вообще. Это, вы знаете, когда покупаешь какой-то хороший дорогой костюм, тебе его жалко одевать. Еще он и светло-бежевый. И футболочка у меня есть прям, прям это. Костюм-комплект тройка. Вот. И мне прям кажется, сейчас там так холодно, что мне прям вот в самый раз вот это будет. О май гадабель, я выглядываю на улицу, не могу поверить. Вы серьезно? Это сегодня такой шикарный вид у нас. И как всегда все краски съедают. Представляете камера? О! Сейчас фото сделаю следующее. Обалдеть, какая красота. Нереальная. Вот, да-да-да-да-да. Очень красиво. Обожаю закат, обожаю закат. Мои хорошие, мы погуляли, Денька купается сейчас. А я купила в магазине вот такую селедочку. Она должна быть именно та, которую я люблю, малосольненькая. И я думаю, что сделать? Пожарю картошку. Ну, просто варить не кайф, а вот именно прям жареную. Хотелось, вообще еще до селедочки хотела жареную картошку. Хочу поделиться с вами, как я жарю картошку, как я люблю. Во-первых, обалденная сковорода и в большой сковороде обалденно готовят картошку. И вообще обалденно готовят в большой сковороде. Это тоже от Хаберлик у нас. Я как делаю? Я достаточно крупно режу картошку. Вот такими ломтиками. Здесь, мне кажется, даже сантиметров 7. Ой, миллиметров 7-8, да? И вот такого где-то размера. То есть, если картофель на большая, я на 4 части делю. Если маленькая, то на 2. И вот такими вот нарезаю. Потом масло, кипящее масло, можно сказать, да? На разогретую сковороду уже кидаю все это. И на большом огне, то есть, у меня реально большой огонь сейчас. Я это все дело поджариваю, не соли. Я вообще жарю картошку вообще по-разному. Иногда люблю очень мелко-мелко ее порезать, тоненько прям, чтобы она была хрустящая. И я рецепт, вот то, как я готовлю, да, эту картошку, я брала из разных источников. Когда-то давно я попробовала картошку, которую изумительно приготовил один мой знакомый. Еще в детстве, мне было лет 16. Я у него давала бы этот рецепт. И помню то, что он мне... Вообще, он мне сказал так же, как и я готовлю. Только он сказал, что он солит в конце. Потому что если солить раньше, то картошка разваливается. С этим, может быть, я где-то и согласна. Я перестала солить, солю в конце теперь. Вот. Но все равно она получалась у него какая-то изумительная. У меня такое не получается. Ну, другое получается. Вот. Если крупно режу, то одно получается. Если не крупно, то другое. Короче, сейчас мы поджариваем как следует, да, все это сделать. Перемешиваем. Пока она прям вот будет такая, как нам надо внешне. Так, ну что, поджарилась моя картошечка до нужной мне красоты, да. Я сменяю огонь прям в половину. И теперь она такая немножко как бы даже как бы жарится, томится, да. Сейчас она немножко так пожарится, потомится. Потом я закрою ее крышечкой и могу сделать огонек еще меньше. И она будет еще жариться, томиться. В принципе, уже можно будет ее чем-то посыпать. Обожаю, честно говоря, сыпать укропчиком. Ну, поэтому я немножко укропчика сделаю. Здесь у меня есть вкусная соль, да. Мы ее тоже добавим. Раньше я делала так. Когда вот как нужно мне уже пожарилось все, я наливала немного водички и закрывала крышкой, да. Но в последнее время мне прям кайф без воды делать, поэтому я, ну, если добавляю водичку, то вообще, ну, реально капельку, там, столовую ложку, вот, грубо говоря, да, раньше я больше наливала, чтобы прям дно было немного покрыто, и оно там все это как тушилось немного, да. Я думаю, что можно, в принципе, уже добавить зеленуху. Она уже такая полуприготовилась. То есть от того, что я ее крупно порезала, она, может быть, просто внутри еще, не во всех местах пропеклась. Поэтому в конце уже можно добавить соли и накрыть крышечкой. Сильно не будем солить, потому что у нас селедочка. Лучше мы не досолим. Накрою крышечкой, пусть все пропитывается. Ох, я чувствую, вкуснота будет. Еще у меня здесь селедка, значит, я ее сейчас распотрошу и уже кусочки без позвоночника, да, позвоночник вытащу, кости большие вытащу и уже положу в контейнер, потому что я знаю точно, что я не доем, поэтому не хочу ее, знаете, там, на разделочной доске делать или в пакете делать, потом по тарелкам. Я знаю, что все равно, что мне половину придется, даже больше половины придется убрать в контейнер. Поэтому я сразу ее разделываю и сразу всю кладу в контейнер. Можно туда же долить маслица и лучок положить сюда. Лук, кстати, я чаще всего в картошку не кладу. Почему? Потому что я все время забываю, честно, в какой момент лучше ложить. Бывает, я кладу в начале, он подгорает, в конце он не доделывается. Поэтому, ну, сейчас я не стала его класть, потому что я сюда положу свеженький, я лучше свеженький поем с рыбкой. Ну, час, буквально несколько минут, оно под закрытой крышечкой даже еще потушилось на медленном огне, и уже вот они у меня, смотрите, какие, они прям уже хрустяшки, видите? И мне кажется, чтобы они немножечко даже смягчились. И вот, ну, и как бы я уже не хочу, чтобы они поджаривались, потому что они уже достаточно поджарены. И тогда я добавляю, ну, вот столько водички прям, смотрите, на глазик, да? Вот так. И все, накрываю крышечкой. И на медленный-медленный огонечек. То есть вот он там, буквально. То есть она не будет уже жариться, она прям немного пропарится. Разделываем рыбу на разделочные, специальные рыбные доски. Все, мальчушка чистенький. Это у меня сумка еще одна на дачу. Мои носки домашние теплые. Что, прохладненько тебе, Зарь? Да хорошо, мамка тоже, вон, смотри, в трусах ходит. Нормально. Так, уже пора поменять. Полотюшечка, видите, испачкалась чуть-чуть. Как раз вот я вам закончила. С рыбой все дела. Вот, поменяю новое. Так, смотрите, что я сделала, да, рыбку. Я залила вот таким вот маслицем. Я порезала лучок и взбрызгнула 9% уксусом. Вот, все, сейчас оно так постоит. Я думаю, еще, наверное, помидорчик нарезать немножечко. Картошечка у нас вот такая великолепная. Отлично все. Не подгорело ничего нигде. Сейчас приберусь и накладу. Ну что, мои хорошие, у нас снова ужин при свечах. Дэнни положила, он селедку не будет, он вообще такое не ест. Вот, картошечку, сырок положила. Ему, может, помидорку возьмет, хлебушек его любимый, естественно. Так, теперь вот мне нужно тут салфетки. 1500 салфеток для рыбы. Ну и все. Зайка, иди садись. Попробуй. Картошка вкусная. Картошка. 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 Продолжение следует...